...противовозведение во дворе центра водового обслуживания. Они уверены, что там будет не офис, а семиэтажный жилой дом. Присяга на верность народу. В Чебоксарах состоялась инаугурация избранного главы республики Михаила Игнатьева. Сегодня он начал собирать новую команду. Одежда, авто, запчасти, электроника, еда. Подделки повсюду. Вирус контрафакта поразил Чувашину. В столице республики эксперты провели консилиум, пытаясь найти лекарства. От серьезной экономической болезни. Сезон начался с двух поражений. Новочебоксарский сокол выступает на первенстве в высшей хоккейной лиге России. Здравствуйте. О событиях дня прямо сейчас расскажем в прямом эфире программы «200 Чебоксары». В столице республики конфликт из-за уплотнительной застройки. Жители нескольких домов по южному району круглосуточно дежурят во дворе, где строители собираются возвести центр бутового обслуживания. На прошлой неделе люди готовы были броситься под технику, лишь бы остановить застройщиков. Война не на жизнь, а на смерть. Именно так назвали противостояние со строй техникой жители одного из чебоксарских микрорайонов. Во дворе дома номер 36 по улице Ленинского комсомола и трех домов по Эгерскому бульвару началась точечная застройка. Вместо детской площадки, полисадника и парковок здесь должен появиться центр бутового обслуживания. Жильцы возмущены тем, что их мнение по поводу строительства никто не спросил. Приехали представители застройщика на, соответственно, грузовых машинах, на трактажах, привезли все, что спят на сгораживание для забора. Начали возводить эти строители. Жители, естественно, протестуя против этого, вышли все на улицу. И, другого, чуть ли не ложились под автомобили и так далее. Все неправдно и неправдно чинили препятствия. Неоднократно на это место приезжали представители администрации города, представители администрации Калининского района, представители надзорного органа, прокуратуры Калининского района. Приезжали представители прокуратурного органа. Там отзвезд, конечно, рябило очень сильно. Пока дело не дошло до первой крови, баталии решили привести с поля боя в кабинеты. В администрации Калининского района Чебоксар собрали рабочую группу с участием всех принесосованных сторон и представителей власти. По документам у застройщика все в порядке. Есть договор аренды муниципальной земли от 2010 года, разрешение на строительство и проект здания. В настоящий момент мы считаем, что действия жителей имеют нелегативные законы и нарушают наши права. У самих жителей другое мнение. По их версии, застройщик хочет развести не четырехэтажное офисное здание, а жилой дом. О своих опасениях они уже сообщили в прокуратуру района. Там сейчас собирают документы для подачи иска в суд о приостановлении строительства. Речь идет о четырехэтажном нежилом помещении. В настоящее время на данном месте запректирован семиэтажный жилой дом. И где активно идет продажа квартир в этом доме. Жильцы близлежащих домов коллективный иск в суд уже подали. Застройщика попросили приостановить работы. Вы же как? Жили за нашего города? Нашли уважать на друг друга? Пока время приостановить застройку. Дорога конкретного решения. Прошу нас. Я пойду вам навстречу, если вы лично не разместите на период судебных тех. Арендую земли, простую технику. Вы могли бы приостановить землю с нехорендой платой. То есть на время разбирательства. Кто с города идет на встречу, а они пострадут на встречу. Пока не будет официального решения о представлении работы, работа будет продолжаться. Они нас не плавят и открываются по всякому. Ураганство за сапарта. Если хватит войны, то суть войны. Ни спецтехникой, ни голыми руками нас не возьмешь, решили жители соседних домов. И организовали круглосуточное дежурство на площадке. И они дежурят, и мы дежурим. И нас, конечно, они за фугу говорят, что сейчас привезем этих людей. И вас шокерами будем это растаскивать в разные стороны. Об этом конфликте стало известно первоповольству Чебоксара и депутатам горсобрания. Представители власти знают застройщику не первый год. Говорят, похожие ситуации с его участием уже возникали. Что не вопрос у него, то сразу напряженная ситуация в городе. Но я не знаю, это вот надо настолько не любить свой город, чтобы так поступать. Мы будем пытаться сделать все возможное, делать для того, чтобы вот эти плотины застройки там не появились. Принципиальная позиция администрации города в том, что никакой точной застройки не было.